Доброго времени суток! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Ну что, празднуем 100000 подписчиков! Эта цифра стала возможна благодаря совместной работе. Так что спасибо вам, наши зрители. Сегодня мы подготовили вам что-то особенное. Сегодня мы разберем наш первый автомат. Итак, встречаем 5HP19. Автоматическая коробка передач 5HP19 – одна из первых в мире пятиступенчатых коробок передач с электронным управлением и с ранней управляемой блокировкой гидротрансформатора. Она выпускалась с 1995 года, дебютировала на Audi A4 и выпускалась до 2008 года, когда закончился выпуск Skoda Superb первого поколения. Она предназначена для продольной установки на легковых автомобилях с передним, задним и полным приводом, устанавливалась на больших Audi, также на Volkswagen Faiton и Passat и даже на Passat с двигателем V8. Да, был такой. Также она устанавливалась на Porsche 911 Cayman Boxster, на Jaguar S-Type, на BMW 3 серии, на BMW 5 серии, а также на Roadster Z4 с бензиновыми двигателями. Сегодня мы разбираем 5HP19 с рестайловой 5 серией BMW E39. Коробки для самых популярных автомобилей Audi, Volkswagen и BMW отличаются как конструктивно, так и по запчастям. При покупке контрактной коробки надо обязательно взглянуть на ее номер. По этому номеру можно четко определить, с какой машины эта коробка. Кроме того, не забывайте, что для переднеприводных Audi и Volkswagen идет передний дифференциал, а для полноприводных – межосевой. 5HP19 познакомила поклонников немецких авто с ручным переключением передач. На Audi и Volkswagen это Tiptronic, на BMW это Steptronic и это реально заслуга инженеров ZF. Кроме того, эта коробка адаптивная, то есть она может адаптироваться к стилю вождения конкретного водителя. В коробке 5HP19 два планетарных ряда. Планетарный редуктор Ravigno и последовательно подключенный к нему простой планетарный ряд. Я знаю, что очень много вопросов. Разберем и все объясним. Из-за распространенности этот автомат очень часто появляется в ремонте. Также пользуется очень большим спросом, но коробка надежная, без труда ходит 250 тысяч километров. Ломается она в основном из-за износа. В автомате можно поменять все детали на новые и тем самым обновить ресурс коробки. Но это очень дорогое удовольствие, поэтому, естественно, лучше купить отличную БУ коробку 5HP19 в «АвтоСтронг-М». Коробку угробить можно неправильной эксплуатацией. Например, при буксовании вперед-назад без остановки между переключениями, между передним и задним ходом. Нельзя нагружать коробку без прогрева. Дрифтить и покорять сугробы можно лишь только после прогрева коробки. 5HP19 может перестать реагировать на перемещение селектора АКПП. Причиной этому позиционер, то есть датчик перемещения. Он установлен на корпусе. Сами видите, в него летит вся грязь, влага и он выходит из строя. На автомобилях Audi A4, Audi A6 и Passat B5 блок управления коробкой находится прямо под обивкой, под ногами переднего пассажира. То есть его может затопить, если забьется дренаж под аккумулятором. Гидротрансформатор, он же Бублик, оснащен механизмом блокировки, который активизируется с третьей передачи. Блокировка нужна для того, чтобы гидротрансформатор вращался как одно целое и крутящий момент передавался на АКПП без его участия. К пробегу в 250 тысяч изнашивается фрикционная накладка муфты блокировки. Это замечает электроника и переводит АКПП в аварийный режим. Также можно обратить внимание на вибрации с третьей передачей передачи. Это говорит о пробуксовке гидротрансформатора. В трассовых режимах также увеличивается расход топлива. Из-за пробуксовки муфта фрикциона перегревается, что значительно ускоряет ее износ. Хуже всего, если муфта натрет клеевой слой фрикциона в трансмиссионную жидкость. Это разнесется по всему автомату. Гидротрансформатор поддается ремонту. Желательно его освежить при пробеге в 250 тысяч километров. Сильный износ муфты покажет диагностика. То есть, сохраненные ошибки и повышенная температура АКПП под нагрузкой. Бублик снимается, разрезается. Старая фрикционная прокладка переклеивает… Бублик снимается, разрезается. Старая фрикционная прокладка меняется на новую. Классно сваривается, балансируется и пройдет еще 200 тысяч километров. В перспективе сильно загрязненная фрикционной пылью трансмиссионная жидкость засоряет крохотные смазывающие отверстия трехзвенных планетарных механизмов. И тогда они голодают и горят. В этом случае ремонт будет очень дорогой. Трансмиссионную жидкость надо менять каждые 80 тысяч километров. Также менять надо фильтр. Кстати, фильтр на BMW и Audi отличается. Ну а мы продолжаем нашу отличную рубрику «Знакомство с прекрасной командой компании «АвтоСтронг». Итак, встречаем – Сережа. Сережа, чтобы вы не придумывали всяких прозвищ. Привет! Мы только что сняли поддон и видим множество магнитов. На этих магнитах оседают все продукты жизнедеятельности коробки. Стружки мы здесь не видим, а вот эта вот хрень – это продукт износа фрикциона в коробке и муфты блокировки гидротрансформатора. Разумеется, все продукты износа собирает фильтр. И сейчас Сергей, ой, Сережа, его разломает. И мы все подробно увидим. Вот так выглядит фильтр изнутри. Стружки мы здесь не видим, соответственно, нет разрушений ни в гидротрансформаторе, ни в коробке. Пока мы не разобрали в хлам эту коробку, посмотрите, как механически переключаются режимы АКПП. Вот это датчик скорости входного вала, вот это датчик скорости выходного вала, вот этот маленький кончик – это датчик температуры, а вот это регулятор линейного давления, то есть главного давления в коробке. Ну а вот это втулка статора маслонасоса. Эта втулка сделана из пластика из-за того, что она варится в горячем масле. Со временем, за 5-8 лет она дубеет, становится хрупкой и ломается. Из-за этого начинается утечка давления. Ну и в результате, если давление убегает, то в коробке начинаются проблемы. Клапан-регулятор главного давления – это самый нагруженный клапан. С годами изнашивается золотник и, соответственно, тоже пропадает давление. После этого коробка начинает пинаться, когда ее ставишь в положение drive, а также дергается с переключения с пятой на четвертую передачу. Если забивать на все эти симптомы, то можно доездиться до износа фрикциона, а также поломки целой коробки. Он стоит всего лишь 100 долларов, и его реально меняют при каждом вскрытии коробки. Вся суть работы АКПП, то есть есть несколько комплектов сцепления. В данной коробке их семь. Они состоят из стальных колец с внешним зацеплением и фрикционов с внутренним зацеплением. Когда не подается давление, то эти диски свободно вращаются относительно друг друга. То есть стальные кольца стоят, фрикционы вращаются. Когда подается давление, это все смыкается и работает как диск сцеплением, то есть передает момент на следующие узлы трансмиссии. На данном примере мы можем показать последствия пробуксовки фрикционов, то есть износ. Температура здесь была настолько велика, что металл начал покрываться вот такими черными пятнами. А вот это другой корпус сцепления, и здесь износа мы не наблюдаем. А сейчас мы расскажем интересные особенности жизни вот этого пакета фрикционов. Дело в том, что если эта коробка 5HP19 работает в паре с дизелем V6 от Audi либо Volkswagen и мотор работает некорректно, то есть не выдает должной мощности, эти фрикционы сгорают, то есть берут на себя всю нагрузку. Но в нашем случае этот пакет живой. А вот это хабы, соединительные элементы трансмиссии, которые передают крутящий момент вот с этих фрикционов туда дальше на планетарку. Вот это та самая планетарка, то есть планетарный редуктор. Почему планетарный редуктор? Потому что он построен как наша солнечная система, то есть немцы украли разработку с небес. Вот это солнышко. Вокруг него вращаются сателлиты, то есть как планеты в нашей солнечной системе. Это тот самый редуктор Равиньо, о котором мы сказали в начале. В зависимости от того, какая часть его заблокирована, меняется передаточное число и скорость, которая передается дальше. В задней части коробки стоит задний планетарный редуктор, то есть вот это передний, вот это задний. Вот эти шлицы приводят фланец карданного вала. И еще обратим внимание на одну особенность. Здесь есть вот такая гребенка. Там собачка с зубчиком. То есть когда вы ставите машину на паркинг, этот зубчик попадает между вот этими зубчиками. И фактически машина на паркинге держится за счет этого маленького зубчика. То есть на уклонах, ребята, сначала ручник, а потом паркинг. Фактически блокируется не коробка, а кардан. То есть кардан заблокирован и задние колеса не вращаются. Это двойной барабан DG. Он также, когда фрикционный блокирует, передает момент. Так вот, на Audi Volkswagen он слабее, чем на BMW и он может просто тупо треснуть, если вы сильно нагружаете коробку. Это поршень. Когда на него давит трансмиссионная жидкость, он сжимает фрикционы. Также под нагрузкой он может треснуть. Проверяют его как золото. Если звенит, значит целый, целый. Еще одна любопытная деталь это муфта свободного хода. Она дает возможность валу крутиться в одну сторону, но не дает в другую. При определенных алгоритмах переключения передач она должна блокировать вал от вращения в обратную сторону. В самом начале коробки стоит масляный насос. Когда вы заводите двигатель, он начинает крутиться, создавать давление в системе. И тогда коробка может работать. Вот так работает маслонасос. Здесь находится втулка скольжения, она бронзовая. Если гидротрансформатор изношен, также изношена коробка, то вот в эту пару трения попадает мусор. Из-за мусора втулка задирается, перегревается и проворачивается. И после этого все масло просто льется наружу через входной вал коробки. Это реально происходит из-за замусоривания трансмиссионной жидкости и износа коробки. Разборка закончена и сегодня мы все-таки разобрали первый автомат. Очень популярная коробка и она надежная. Стоит отметить, что выходит из строя из-за изношенного гидротрансформатора и из-за регулятора главного давления. Сегодня нам помогал реальный спец Сергей. Спасибо, пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах и коробках, то обязательно подпишитесь на наш канал. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет с лучшим контентом компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М» 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 Продолжение следует...